Приветствую вас и внутреннюю и внешнюю мотивацию давайте мы условно назовем так внутренний барьер, внутренний, ой, внешний барьер и внутренний барьер. Почему называется это именно так? Значит, внутреннее это то, что обуславливается собственными личностными мотивационными сферами. Как правило, это напрямую вытекает из потребностей желанной в стремлений, привитых идеалов, ценностей и так далее. Внутренние мотивы определяются непосредственной личностью и они формируются внутри самого человека. Наши желания имеют природную основу. Осознание этих желаний и рождает мотив для того, чтобы осуществить какую-то деятельность. И мотив принимает полную форму тогда, когда человек понимает смысл того, что он делает. Осознание смысла деятельности означает полное формирование внутренней мотивации. Для чего? Почему я это делаю? Именно такие вопросы нужно задавать себе для осознания внутренней мотивации. Говоря о мотивации внешней, здесь все не так однозначно. Дело в том, что внешняя мотивация всегда имеет социальный оттенок, социальную окраску и первоначально источниками внешней мотивации служат самые близкие люди. Для ребенка это родители, в общей отности мама, для школьника это уже его друзья, учителя, для юноши это уже, возможно, коллеги, и для зрелого человека это уже может быть как его личная семья, так и какие-либо другие люди, так или иначе имеющие к нему отношения. И по сути, внешняя мотивация всегда обусловлена интересами общества, в котором человек живет. Собственно говоря, сами интересы общества формируются в зависимости от исторической, географической характеристики. Понятно, что, например, общество российское имеет свои интересы, только свои. А общество американское имеет свои интересы. И понятно, что то, что принято в одном обществе, может быть не принято в другом, а то, что имеет востребованность в одном, не имеет таковой в другом и так далее. Но общество всегда требует от человека и за выполнение этих действий что-то предлагает то, что нужно лично ему, тянуть на общество, что защищает интересы этого самого общества. И поскольку человек выступает в трех основных качествах в жизни. Это природный индивид, социальный и культурный. То внешняя мотивация имеет значение тогда, когда человек является социальным индивидом. Когда он еще не родился в данной реакции, как личный. Либо, если его личные культурные ценности, из которых вырастает личная мотивация, совпадает с интересами общества. Вот примерно так можно описать внешнюю и внутреннюю мотивацию. Для наглядности я приведу вам небольшой пример, чтобы попытаться проиллюстрировать, может быть не самую простую свою речь. Значит, человек идет в магазин и хочет купить себе, скажем, обувь. Самую обычную обувь. Это могут быть ботинки, это могут быть туфли. Человек приходит в магазин и выбирает себе подходящую пару. А в это время на стене магазина с экрана телевизора, соответственно, диктор говорит, что вот сейчас наиболее модными являются вот такие вот ботинки. Такой вот фирм. Человек смотрит на этого диктора и понимает, что если он хочет быть модным, идти в ногу с ней, с модой, да? Как бы заниматься в обществе, в этом смысле, в этой сфере, передовую позицию, то ему нужно купить эти ботинки. Но у человека, понятно, нет средств, чтобы их купить. Потому что, простите, самые модные вещи стоят достаточно дорого. И человек начинает активно искать средства для того, чтобы купить именно эту одежду. Так, мы получили изначально внутреннюю мотивацию приобрести обувь благодаря естественному изнашиванию одежды и мотивацию внешнюю, благодаря принадлежности к обществу. Человек будет чувствовать себя частью идейного целого, частью обществу, если у него будут самые модные ботинки. Надеюсь, этот пример вам поможет понять мою мысль. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Спасибо. すべき подбора. Есть ли прикольные обновления с ним и здесь пр Rather. все будет